Всем привет, с вами RedRage, и сегодня у нас будет немножко другая тема от того, что мы обычно делаем. Сегодня я буду готовить яичницу, да, это, ну, можно сказать, первый влог, но как бы в то же время и не первый обзор. Хотя это как бы и не обзор. Ну что ж, давайте же начнём. Значит, для яичницы, которую я сегодня буду готовить, нужно будет 2 яйца, 2 помидора, соли и оливкового масла. Ну, нож, дощечка, сковорода, ну это понятно. Значит, пожалуй, начнём с разрезания помидоров, да, давайте я их разрежу и потом продолжим видео. После нарезания помидоров вам нужно будет их ещё раз нарезать, сделав их ещё меньше. Кстати, как вы могли заметить, я поменял нож, он теперь более большого размера, чем тот, который был, потому что я немножечко не рассчитал, думая, что маленький нож острый, но оказалось, что он недостаточно острый, чтобы нарезать маленькие помидоры. Если что, это помидоры черри. Значит, после нарезания на маленькие кусочки помидоров, как вы видите, получились маленькие кусочки. Вау, вот это магия. Ладно, переходим к следующей фазе. Значит, у нас есть сковородка, вот большая сковородка, да. Мы зальём её оливковым маслом, чтобы яичница при готовке не подгорела. Поэтому давайте же зальём её оливковым маслом, логично, да. Потом уже приступим к следующей фазе. И мало того, что надо залить её оливковым маслом, надо ещё то масло по всей сковородке, как сказать, разлить, потому что мы ж не зальём всю сковородку маслом, это будет просто неэффективно. Поэтому вот такими движениями, которые я сейчас показываю, мы разливаем масло по всей сковородке, тем самым эффективно распределяя масло. Ну, логично. На это уйдёт некоторое время, поэтому будет легче, наверное, поставить видео на паузу, а потом уже, когда я разолью всё это масло, мы уже продолжим, само собой. Хорошо, оливковое масло я размазал по сковородке, и, кстати, как вы могли заметить, а могли и не заметить, я это сделал оранжевой лопаткой, которая там лежит. Она достаточно упругая, и поэтому я смог размазать масло по сковородке ей. Значит, следующая фаза, это мы, значит, будем поджигать комфорку, зажигать её. Значит, зажимаем, разжигаем. Чтобы ускорить этот процесс, мы будем делать это достаточно быстро. Я имею в виду, что будет разогреваться сковородка на быстром огне, на большом огне, начнём. Немножечко подождём, пока масло разогреется и начнёт шипеть. Окей, масло начинает шипеть, а значит, пришло время для яиц, для самой яичницы. Значит, мы берём те два яйца, ну, конечно же, одно за другим, не всё сразу. Разбиваем первое об стол или обо что-то другое, ну, не важно обо что, главное разбить его. И делаем вот так. Для вкуса мы используем соль, чтобы было немножечко такого другого вкуса, чем он просто есть. После того, как мы всё сделали, мы ждём две минуты, зависит от того, на каком огне находится яичница. Да, на вид оно может выглядеть не так аппетитно, но на вкус оно будет просто отпадное, я вам говорю. Прошло две минуты, и яичница почти готова к тому, чтобы её забирать в сковороды. Вы спросите, что же случилось с этой стороной. Объясняю. Это не просто моя идея, так делают многие повара, что когда не выходит одна часть яичницы, ну, не важно яичницы, омлета, то, ну, в большинстве случаев яичницы, то они сминают ту часть в омлета подобную структуру. Таким образом, особого провала-то и не видно, и как выглядит так, как будто так всё и было задумано. То же самое. Скажем так, что помидоры, которые приготовлены на сковороде и подсмажены немного, они, поджаренные точнее, они вкуснее, чем обычные помидоры, ну, логично. Что ж, пришло время забирать нашу яичницу. Я отключил огонь, и мы сейчас аккуратненько её заберём. И ещё не менее важная часть, это когда яичница или что-либо готовится на сковороде, это немножко брать вот лопатку и поддевать, чтобы она не стала одним целым со сковородой. И это не только к яичнице относится, это с блинами тоже самое, и всё такое. Так. И чтобы полностью всё забрать, и не проголодаться в другие дни, я просто разворачиваю сковороду и сошкребаю всё с неё вертикально. И в итоге, как я и говорил, выглядит, по мне, достаточно неплохо. Значит, и выходит так, как будто это омлет с помидорами, а это отдельно одна яичница. То есть всё правильно было сделано, нет никаких ошибок. Значит, всем спасибо за просмотр, с вами был Редрэйш. Таким немножечко ненормальным видео, я говорю именно в плане канала.